Пакет антикризисных мер больше не актуален. С момента запуска правительственной программы помощи бизнесу и физлицам во время пандемии прошло полгода. Ряд послаблений, начиная с 1 октября, прекращает действие. Речь идет о кредитных каникулах на 6 месяцев, пособии по безработице и выплатах детям до 16 лет. Сюда же можно причистить право водителям недоплачивать за диагностическую карту при оформлении полиса ОСАГО. Правило временно упростил Центробанк в мае этого года. По статистике воспользовались льготы не более 2% автомобилистов. Экономия составила порядка 700 рублей. Впрочем, страховщики советуют лучше их доплатить, ведь с 1 октября диагностическая карта снова станет обязательной. А значит, есть риск раскошелиться на суммы в сотни раз больше, если случится ДТП. Фактически с 1 августа на территории Самарской области люди, которые купили полисы ОСАГО, но не оформили диагностические карты, ездят без полисов ОСАГО. То есть пострадавшие получат возмещение, но это возмещение будет за счет владельцев этих полисов. А люди думают, что мы могли не оформлять до 30 сентября, а может быть и позже это прокатит, мы будем ездить без диагностических карт. Еще одно нововведение затронет любителей репостить чужие авторские произведения. Теперь правообладатель при обнаружении пиратской копии своего продукта может обратиться в Роскомнадзор. Там в течение трех дней должны будут определить, кто и где размещает работы и выдать предписание на удаление плагиата. Устранить нарушение авторских прав владелец приложения обязан будет не позднее суток, в противном случае блокировка и суд. Это может быть любой. Это может быть книга, это может быть статья. Мы знаем отдельные кейсы, когда средства массовой информации являются нарушителями, когда журналист специально-неспециально взял какую-то фотографию из сети интернет, использовал в своем сюжете, а потом автор это нашел и превратил в судебный спор. Минимум 10 тысяч рублей, а максимум в общем-то не ограничено, можно получить за вот такое незаконное использование. А вот дату перевода получателей соцвыплат, включая пенсионеров, на карты МИР с 1 октября буквально накануне Центробанк сдвинул еще на три месяца. Национальная платежная система укрепляет свои позиции. В России уже выпустили более 86 миллионов карт МИР. Был короткий период времени, когда были заминки, вот с зачислением платежей на визу и мастер-кард. В период санкций, в период, когда международная политическая ситуация накалялась. Поэтому задача государство подстраховаться от таких негативных явлений и максимум использует платежную систему МИР, по крайней мере для внутрироссийских платежей, для обслуживания различных социальных выплат и платежей. Есть и другие нововведения октября. Например, запретят курение кальянов в ресторанах и кафе. Банк России усилит контроль за микрофинансовыми учреждениями, а некоммерческие организации, занимающиеся благотворительностью, обяжут отчитываться публично об использовании каждого собранного рубля. Гульфия Сафина, Сергей Баскин, Николай Епифанов. События.